Здравствуйте, это канал Максимадзе и многие из вас наверняка заметили, что на ютубе, по крайней мере у большинства, сейчас не показываются шапки на каналах, у многих даже не показываются аватарки каналов и не показываются аватарки людей, которые пишут в комментариях. И это все, к сожалению, связано с санкциями за то, что Россия ведет войну с Украиной. Замечено также, что с каждым днем становится все хуже и хуже, с позавчерашнего дня, если я не ошибаюсь, видео стали загружаться медленнее на ютуб, вот это вот видео последнее по GTA Vice City, оно у меня загружалось 4 часа, в то время как по стандарту оно у меня должно было за полчаса загрузиться. Ну вот, а с сегодняшнего дня теперь вот такая вот проблема с шапками и аватарками, как я уже сказал. И это, к сожалению, может означать, что с каждым будет еще что-то похуже, а может даже дойти до того, что в ютуб вообще может в нашей стране заблокироваться, как это уже произошло с фейсбуком и твиттером. Также инстаграм уже работает у многих нестабильно. И именно поэтому у меня, кстати, сейчас вот этот старый фон, хромакей нормально работает только днем, я решил до дня не ждать, а то, не дай бог, еще будет поздно. И, ну вот, и я для этого делаю это видео, делаю предупреждение, так сказать, о том, что если ютуб у нас закроется, то канал Максимадзе переедет в ВКонтакте, ну не переедет, он по сути там уже есть. На группу, я буду заливать в таком случае видео туда, в группу ВКонтакте. Да, конечно, загружать видео в ВКонтакте труднее, чем на ютубе, но что останется делать-то? Вообще, что касается войны, я кратко на стримах уже говорил, что вообще я против всего этого, хотя кто может быть за войну-то? И мне, я видел все, что творится, мне Леха часто скидывает видео со взрывами, трупами, даже со всякими. Все это, конечно, меня вымораживает. Я много комментариев слышу от других людей про Путина, про Зеленского говорят, про Зеленского, как он говорят. Война, вот война началась. Кого попала? Назначат в президента Украины. Вот и началось. Ну ладно, давайте не будем слишком много говорить на канале про войну. Давайте поговорим про ютуб. Вот если ютуб закроется, у многих даже становится карьер. Много ютуберов, миллионы зарабатывают на ютубе. И это все остановится. Помимо того, что ютуб, так сейчас санкции на банковские карты всякие ввели, на финансовые эти вещи. Например, вот в интернет-магазинах игры, вот eShop я видел, магазин Nintendo. Там, например, больше нельзя покупать игры, заплатя банковскими картами. Причем нельзя даже покупать игры, даже если банковская карта не под санкциями. Короче, это все очень-очень печально. Это все очень печально. И что будет дальше, никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, сколько будет длиться эта война. Может быть, она будет недолгая, а может растянуться и на годы. Но мы будем надеяться исключительно на лучшее. Конечно, вот, если ютуб закроется, можно, конечно, VPN поставить и сделать вид, что мы как бы находимся не в России. Но, к сожалению, Google зачастую против этой программы. Он пишет, часто если зайти с VPN, мы обнаружили у вас подозрительную активность и, короче, нас не пропускают. Иногда, короче, VPN проходит, иногда не проходит. И вот, если такое случится, еще раз повторю, переходим на ВК. ВК это наша отечественная сеть. Отечественная, так что вряд ли ее могут заблокировать. А вот ютуб, вот ютуб это американская, это из США. А американцы, к сожалению, ввинят россиян в войне. Именно поэтому ютуб запросто может отключиться у нас. Ну, что ж, вот такое вот коротенькое видео получилось. Всем спасибо за просмотр. С вас, лыкосы, подписывайтесь, сменяйте эпичные видосы. Переходите в группу ВКонтакте обязательно, на всякий случай. Подписывайтесь также на стримовские каналы. Надеюсь, что ютуб, конечно, не закроют. Ну и всем пока. Увидимся. Надеюсь, что на ютубе, а может быть и на ВК. ВКонтакте.